Кто, у кого есть митцва, слушает шофар. Во-первых, митцва не трубит шофар, нету митцва трубит шофар, есть митцва, слушает шофар, потому что бараха, лишь мауколь шофар. Это, конечно же, глухой человек, который не может слышать, у него нету митцва. И то же самое, если он освобожден, он не может для других тоже трубить. Тут на вопрос, кто может трубить. Допустим, маленький ребенок, который не дошел еще до бар митцвы, он не может трубить, потому что у него нету еще своей обязанности для того, чтобы саму слушать. Женщины тоже освобождены от митцва, лишь мауколь шофар. И написано, что если женщина ходит, нет в этом ничего страшного. И после того, как уже закончили молиться, разрешается идти и трубить для, допустим, женщины в доме, она хочет услышать шофар. Можно к ней домой пойти и трубить, но бараха, лишь мауколь шофар, там уже не говорится. Если есть мужчина, который взрослый, то для него говорится, да, не дай Бог, человек болеет, он не может к ней сопротив. Для него говорится, но для женщин отдельная бараха не говорится. Баруха донай, лаулам, амин.